Диана Станкевич 100 тысяч тонн за год Близбобруйска построят мусороперерабатывающий завод Будет отбираться органика Когда сдадут объект Пикник с огоньком На речной распалили мангал для шашлыков И чуть не сожгли дом Неосторожное обращение с огнем Кто не уследил? А также смертельная авария Белорусская химера И плаксивый май Какая погода на неделе? В Беларуси 10 130 пациентов выздоровели от коронавируса 120 человек стали донорами плазмы Эти данные приводит Минздрав Красный Крест и ИПАМ за 2,5 недели Собрали свыше 400 тысяч рублей Деньги потратят на борьбу с недугом Тем временем белорусский МИД В середине марта вернул на родину 8 тысяч граждан Остаются проблемы с выездом из Вьетнама и Таиланда Сообщили ведомстве Белорусскими спецрейсами воспользовались жители 16 государств по всему миру Соцработники получат надбавку за труд во время пандемии Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко Речь идет о специалистах, которые присматривают за пациентом с инфекцией или контактом первого уровня Сумма премий варьируется в зависимости от категории и степени контакта с заболевшим Врачам дополнительно начислят 500 рублей Медсестрам 400 Всем остальным 250 Для заразившихся COVID-19 медиков сумма увеличится более чем в три раза Коронавирус перевернул рынок недвижимости с ног на голову Риелторы констатируют, когда соседние страны закрыли границы, арендодатели остались без клиентов Мария Бересневич узнала, как изменились спрос и предложения в городе Еще в начале года квартира на Островского была расписана на несколько дней вперед Рождество, новогодние корпоративы Броне оставляли иностранные туристы и те, кто приехал на заработки Не смущала даже вполне столичная цена 80 рублей за сутки В зале плазма 52 дюйма, в кухне микроволновка и чайник Есть даже бойлер и стиральная машина Тем не менее, квартира пустует больше четырех месяцев Эти апартаменты в стиле лофт пользуются популярностью Спрос вырос, семейные фотосессии и романтические вечера проводят в три раза чаще За 24 часа арендодатели просят 95 рублей В июне месяце начинается для нас сезон Ездит очень много гостей из Израиля, Америка, Лондон, Франция, Италия Этих больше всего, но пока тишина Для более дешевых квартир сейчас очень сложное время, для дорогих нет На них это вообще никак не влияет Долгосрочная аренда сетуют риэлторы и переживает не лучшие времена На сайтах десятки объявлений, минимальные цены Свободное жилье предлагают во всех районах Бобруйска От Форштата до Шестого Сдам на длительный срок уютную однокомнатную квартиру 30 квадратных метров по улице Куйбышева Третий этаж с балконом, окна ПВХ, ламинат, мебель, стиральная машина, холодильник Сдам однокомнатную квартиру на Гоголя, 27 Частично с мебелью, прописан один человек 170 рублей плюс коммунальные услуги Сдам аренду двухкомнатную квартиру в центре Бобруйска около парка Мебель, техника и интернет в наличии Пандемия умерила аппетиты владельцев недвижимости Двушку в спальном районе можно найти и за 140 рублей в месяц Правда здоровье сейчас волнует горожан гораздо больше, чем квартирный вопрос Снимали квартиру ранее на седьмом микрорайоне за где-то 70-80 долларов, не помню Сейчас уже построили свое жилье Вообще вариантов большое количество на рынке Есть квартиры, хватает квартиры, есть что снять, есть жилье На 8 марта посуточно с друзьями снимали квартиру Все удобство, телевизор, плазма, все хорошо, 80 рублей в сутки отдали Предложение в стране выросло минимум на 30% Подсчитали аналитики, собственники идут на уступки, сбрасывают около 100 рублей семьям с маленькими детьми Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360 Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск, 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Лекарства на дом, смертельная авария и белорусская химера Военпром создает многоцелевую разведывательную машину Когда премьера? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня Минздрав опубликовал список аптек, которые могут доставлять лекарства Всего 29 организаций Спецуслуга распространяется только на безрецептурные препараты И продлится до 1 июля Всех людей выбросило на дорогу Рассказывают очевидцы аварии под Борисовым Рено ехало в сторону крупок Выскочило навстречку, врезалось в джили От удара машину отбросило прямо в грузовик Легковушку разорвало пополам В салоне были три мужчины и женщины Никто не выжил Возбуждено уголовное дело За 4 месяца производство сельхозпродукции увеличилось более чем на 5% Выручка подросла почти на 4 миллиарда рублей Отличились производители молока и мяса Стало больше крупного рогатого скота В Беларуси разрабатывают химеру Машину радиационной, химической и биологической разведки Комплектующие отечественные Комплекс может в реальном времени изучать местность и передавать данные в штаб Устанавливать ограждающие метки Прокладывать маршруты эвакуации зараженных зон На химеру также установят мини-метеостанцию Вес машины приблизится к 7 тоннам Мощность двигателя 170 лошадиных сил Запас хода 1000 километров Опытный образец презентуют в следующем году Завершился девятый тур чемпионата страны по футболу Позади экватор первого круга Батэнергетик, Торпеда, Шахтер и Столичная Динамо Разжились тремя очками Белшина на домашнем поле разошлась миром с Витебском 1-1 Борисовский клуб возглавляет турнирную таблицу Бобручане замыкают ростер Кулинарное фаер-шоу Пикник во дворе едва не оставил хозяев без крова Дом на речной спасло чудо, признаются очевидцы Сарай выгорел дотла Пострадавшие сложили полень и разожгли мангал Порыв ветра мигом перекинул огонь на хозпостройку Соседские дома оказались под угрозой Пожар потушили спасатели Крыша, стены и 3 кубометра дров превратились в угли Только чудом обошлось без жертв Причина данного пожара устанавливается Однако одна из версий рассматриваемых является неосторожное обращение с огнем В Вишневке появится завод по переработке мусора Документы, как сообщается, уже готовы Специалисты разметили территорию Строители и тяжелая техника появятся на площадке в октябре Как впишется производство и когда примет первую партию отходов Анастасия Шевцова разузнала подробности 80 тысяч тонн Ежегодный оборот полигонов Бабина и Вишневка Объем отходов лишь продолжает расти Инспекторы природоохраны не сидят сложа руки Под Бобруйском построят мусороперерабатывающий завод Заявленная мощность 100 тысяч тонн в год Поступающий мусор будет сортироваться То есть отбираться крупногабарит То есть некоторые вещи будут дробиться Здесь же будет отбираться органика Отбираться будут вторичные материальные ресурсы Такие как ПЭД, стекло Здесь же выделят место для полигона Но туда попадет лишь 10% отходов Все остальное обещают переработать В зону обслуживания войдут также Осиповичский, Глузский, Кличевский и Кировский районы Строить начнут в октябре Объект обещают сдать в 2022 году Пока же сортировкой занимается 12 городских предприятий Специалисты развивают экокультуру и у горожан Синие, зеленые, желтые Контейнеры для раздельного сбора мусора Стоят едва ли не в каждом дворе 250 площадок На каждом баке наклейка с инструкцией И все же некоторые умудряются выбросить коробку из подсобка в контейнер для макулатуры Тетропак не перерабатывают Инфраструктура развивается Все больше бобручан приучают родных и близких сортировать мусор дома Есть пакеты, есть контейнеры у нас И сортируем по отдельности Когда вносим мусор, естественно, ты приходишь на мусорку И ты видишь, что там контейнеры есть для общего мусора Есть пластик, стекло То есть пластик, стекло отделяем по-любому У нас же нет енотов, как реклама показывает Только в прошлом году в Беларуси уровень использования коммунальных отходов вырос почти до 23% Стали перерабатывать в три раза больше стекла Выросли показатели по бумаге и картону Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Дождь прошел по улице Ненастное утро не оставило бобручанам шансов дойти до работы в сухой обуви Распогодилось лишь к обеду Выглянуло солнце, температура воздуха чуть дотянула до 12 с плюсом К вечеру порывы ветра лишь усилились Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианс Дожди, переменная облачность, порывистый ветер Синоптики обещают похожую погоду на всю неделю Тепло придет только летом Плыл по городу запах сирени У ненасти есть свои плюсы После отсадков ароматы этих гроздев окутывают дворы и улицы Пройти мимо просто невозможно К Индии и Бангладеш приближается супер тайфун Циклон Амфан усилился до уровня атлантического урагана четвертой категории Фиксируются порывы ветра до 240 км в час Метеорологи предупреждают крупных разрушений не избежать В Америке тоже непогода На побережье Северной Каролины хозяйничает тропический штурм В центральной и северной частях Флориды предупреждают о сильных волнах На завтра объявили штурмовое предупреждение В Бобруйске будет в основном облачно, местами пройдут дожди Петер юго-западный с порывами В темное время суток столбик термометра будет держаться на отметке 5-7 Но метеорологи предупреждают о заморозках Днем воздух прогреется до 11-13 градусов Кристина Рьянс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все из событий к этой минуте Следите за нами в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо!